Никто тебе, ни друг, ни враг, все учителя. Привет, меня зовут Даша, мне тут пришла косметика, Essence Catrice, буду показывать. Первое, что я покажу, это такие перчатки для рук. Я их приобрела для мамы, ну знаешь, это такие, руки мажешь жирно-кремом. Надеваешь такие перчатки и уходишь. Ну, лучше, конечно, 15-20 минут. То есть выглядят они таким образом. То есть они доходят до запястья, логотип, Essence. Сиреневые такие приятные. Они на ощупь приятные. Маму я подобно допросила, она говорит. Я один раз даже сама попробовала. Уже после первого применения, видно, нет, ощущается результат на ощупь. Сказала два таких карандаша. Даже не спрашивай меня, зачем мне два. Сама не знаю. Оба от фирмы Essence. Один, вот этот, номер второй. Называется горячий шоколад. Он у меня сейчас... Он у меня сейчас на глазах. Не все автоматики. То есть такие... Их нельзя подочить. И не только вот так. И второй. Водостойки. Такого плана тоже автомат. На веках они не отпечатываются. По истечению какого-то времени. Что хорошо. Вот стойкие оба. Правда, вот этот, честно, на водостойкость я не проверяла. Конечно же, я заказала плечиндавы для маникюра. Ну, куда дальше без лаков. Взяла прозрачный. Такого плана. Это у нас серия... Это Essence серия Color & Go. Из этой же серии... А, нет. Из серии... А, эссенс. Из серии Nude Glam. Это у меня какой номер? Из серии... А, эссенс. Из серии Nude Glam. Это у меня какой номер? И вот кисточка такая плоская. Здесь, если внимательно присмотреться, видно, что есть такие... Немножечко золотом отливает, но на ногтях это почти незаметно, если тут только очень внимательно не осматриваться. Кисточка выглядит таким образом, такая широкая, плоская, опатообразная, вроде, где говорят. Воняет, кстати, жутко. И по уходу за ногтями я взяла гель для удаления кутикулы, тоже Essence. Такой виде не кисточки, а такой лопаточки. Очень замечательный, хороший гель. Убирает кутикулу просто на раз-два. Эссенс. Кружка сделана по принципу пипетки. Я ее каплю на ноготь, и все. Замечательная сушечка. Высыхает лак очень-очень быстро. Я как-то нанесла лак, капнула сушку, потом пошла наливать себе чай, пролила его, и забыв о том, что у меня на ногтях свежий лак, бросилась вытирать. Бросилась вытирать. в воду. Каково же было мое удивление, когда потом я уверенила, что маникюр в полном порядке. Если ты видела мое последнее видео, ты наверняка заметила зеленый кулон. такой на ленточке. Он завязывается на бантик. То есть кончики свободные. фирма эссенс. консилер от эссенс. так, консилер выглядит вот таким образом, в виде спонжика. спонжика, ну, очень обычный. Перекрывает все синячки под глазами. Просто замечательно. полностью им довольны. Полностью им довольны. Еще два карандаша. один такой двойной фирма эссенс. Фирма эссенс. Я его пробовала. Он мне оставляет отпечатки на складке века. Замечательно. И его можно точить. И потемнее. Карандаш уже фирмы Катрис. Смуки Айс. С одной стороны собственно сам карандаш. И с другой кисточка для растушевки. Замечательная кисточка, кстати. Хорошая. Мне нравится. Номер 040. Недреста. У фирмы эссенс. У фирмы Катрис я нашла скраб для губ. Наконец-то. У меня очень проблемные в этом плане губы. Все время шелушатся. Он такой пахнет очень приятно карамелькой. пахнет. Уже после второго применения у меня совершенно перестали шелушиться губы. Совершенно. И когда я поскрабирую губы, то они становятся такими... как-будто я их как будто бальзамом с жиром и таким хорошим слоем пропитала. И то есть не нужно даже никаким бальзамом после него губы помазать. походу два в одном. Скраб для губ выглядит вот таким образом. То есть такой спонжик из которого если с другой стороны вот здесь прокрутить надеюсь видно показывается капля со скрабинками и собственно вот этим спонжиком нужно проводить по губам и он будет скрабировать. у меня сейчас на губах гель тинт от эссенс там много-много есть и то я взяла такой самый-самый темный похоже да не знаю почему я взяла самый темный но я сделала очень очень по умному поступила потому что как видишь на губах он выглядит довольно естественно причем сначала он мне не понравился потому что только наносим его на губы такое впечатление что я вампир только что попила у кого-то кровушки и она у меня совершенно неровно как-то на губах эта кровь осталась но но потом когда проходит время он потом сам собой разравнивается на губах и выглядит очень хорошо я его использую просто на каждый день потому что даже если пользуюсь каким-то другим средством для губ какой-то другой помадой или блеском знаешь почему вот я всегда когда иду в гости какой-то праздник какой-то стол я боюсь пользоваться чем-то ярким на губах и стараюсь пользоваться либо блеском либо помадой естественно основатель которую как мои губы потому что все съедается совершенно моментально но если нанести только допустим вот это средство или какое-то другое поверх него то когда ешь оно не стирается с губ ничего то есть помада может и стирается а вот гель нет он остается на губах и ты не выглядишь человеком который съел свою помаду замечательное средство держится очень долго часов пять наверное я не представляю сколько нужно съесть или чего-нибудь выпить там чая например например чтобы он с губ чтобы он ушел с губ просто вот так супер вот такой спонжик давно хотела попробовать какие-нибудь нормальные жидкие тени о не жидкие а как они тут ну забыл называется вроде как жидкие тени для век так это у меня эссенс ну и он называется сорбет такого он цвета видно как видишь я его кисточкой пробовала плоско качестве подводки на веке держится замечательно нигде не отпечатывается единственное если ты захочешь как ты наверняка знаешь под такие тени не нужно использовать базу единственно обязательно нужно припудрить кожу века иначе скатается а не наше обычных пальцев такие вот голубо 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 мерцающие таким отливая таким неким металликом я заказала тени эссенс в коричневой гамме бежево коричневой гамме из серии квадро у меня есть тени в подобной цветовой гамме но за красавида видишь я так их нахваливала в своих видео что я просто не выдержала и их заказала тени действительно просто превосходные отлично набираются на кисть отлично отдают свой оттенок смотрятся шикарно но с теми моими тенями в похожей гамме они слишком похожи так что если бы я могла бы их не заказывать так это у меня оттенок 0,5 собственно вот мы видим эти тени почти все кроме вот этого который на безымянном пальце в палетке он самый темный вот этот они все такие с шиммером а вот этот самый темный он матовый потом все я хотела себе взять нормальный хайлайтер и взяла вот такое средство которое мне в качестве хайлайтера именно не понравилось потому что как можешь видеть здесь хайлайтер такая тоненькая полосочка и ее нужно набирать либо тоненькая кисточка для растушевки либо пальцем иначе никак иначе смешается с соседними цветами и для меня это не очень удобно поэтому в основном я эту штуку использую в качестве бронзатора ну чтобы подчеркнуть скулы либо в качестве румян вот вот в этих качествах действительно стоящая вещь а я не сказала это эссенс серия санклаб у меня это набор для там есть еще один там есть еще один набор этот 01 номер все цвета будут идти от сверху начиная с самого светлого и заканчивая самым темным с собственно можно видеть всю гамму пальцев мне не хватило поэтому сейчас покажу еще два самых нижних вот этих оттенков вот они в принципе матирующие салфетки матирующие салфетки от эссенс очень удобная упаковка до этого у меня была другая ферма когда вытаскиваешь вместе с одной салфеткой вытаскивались еще там 50 а это очень удобно если не знаешь матирующая салфетка это по сути бумага очень очень тоненькая салфетки он остается на салфетке и таким образом лицо матируется салфетки 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 очень хороши тем что когда вытаскиваешь одну вторая вслед за ней не вытаскивается а как бы короче лучше один раз увидеть чем сто раз услышать вот то есть готова к следующему использованию еще я заказала для маникюра салфетки салфетки для снятия лака ароматизированной без ацетона с запахом лимона действительно пахнет лимоном очень вкусно знаю я в одном своем видео обхаяла салфетки но нехороши в каких случаях когда нужно снять какой-то темный лак как правило после того как в первый раз его снимаешь он как бы кожа вокруг ногтя немножечко окрашивается тот самый тигренок в котором были покрашены ногти знаешь как это бывает и на второй раз протирать еще и кожу это ну пересушить просто себя а вот этими салфетками на второй раз стирать темный лак очень замечательно потому что они не просто стирают все следы лака но и питают кожу как бы маслом и таким образом ничего нигде не пересушивается но но на мой взгляд они плохо пропитаны маслом и не очень хорошие но пользоваться можно к сожалению не могу тебя озвучить в фирму чтобы ты не могла чтобы ты их не брала потому что она нигде не обозначена просто так что визуально запомни господи какой сейчас бред несу на этом все и будь осторожна не сгоди на солнце